В этом видео я покажу, как отключить гипертрейдинг на зионе и посмотрим, есть ли в этом разница. Для этого переходим в BIOS. Жмем Delete. Перейдя в BIOS, на QD4 переходите в третий раздел Intel RS Setup. Здесь переходите в раздел Processor Configuration. Нажимаете Enter. Спускаетесь ниже, видите, гипертрейдинг L. Нажимаете Disable, отключить. Потом нажимаете F10, сохраняете конфигурацию, нажимаете Yes. Обратите внимание, в диспетчере задачи у нас появились только ядра, нет потоков. То есть, как видим, здесь ровно 14 ядер. Хотя мы знаем, что 2680V4 это 14 ядер, 28 потоков. Переходим в игру и посмотрим, какие результаты. Запустим также эту игру. Ну, чисто субъективно, как видите, сейчас в данной сцене, мы понимаем, что сцены периодически меняются. У нас вот показывает 80, 77. Ну, были просадки до 60 FPS. Какой-то прирост есть, но, возможно, он связан либо с данной сценой, либо с данной локацией. Но сейчас, на данный момент, есть небольшой прирост FPS. Порядка 80-70. Давайте сейчас попробуем в этой же локации включить гипертрейдинг и посмотреть разницу. Нажимаем также перезагрузка. Переходим в те же самые настройки. Спускаемся ниже. Enable. F10. Yes. Как видим, все ядра и потоки у нас вернулись. Ну, вот, как видите, 70, 84, 86 в похожей же локации. То есть, особо FPS не изменился. Если он изменился, это буквально 5-7 FPS. Это то, которое, думаю, плавает в зависимости от локации и так далее. Как видите, есть и от 90 до 70. То есть, та сцена, скорее всего, была довольно загруженная. Он даже до 94. То есть, особо в больших размерах FPS не меняется при отключении и включении гипертрейдинга. Именно в данной игре. Возможно, игры есть более на поток и так далее. Но в данном варианте вы видите результат. Напомню, компьютер QD4 Xeon 2680 V4. Видеокарта RX 5700 XT. А на этом видео заканчиваем. Все, спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...